Здравствуйте, с вами Никита Добряков, и сегодня мы разберем философские смыслы сказки о Винни-Пухе. Эта детская книга незаслуженно обделена вниманием взрослой аудитории, хотя ее содержание по своей глубине не уступает Алисе в Стране Чудес Луиса Кэрролла. Давайте разберемся во всех уровнях смысла Винни-Пуха. Оригинальную сказку написал английский писатель Алан Милл для своего сына Кристофера Робина. Большинство персонажей – Пятачок, Кролик и сам Винни-Пух – имеют настоящие прототипы – любимые игрушки Кристофера. Простая история для сына превратилась в сложное высказывание, затрагивающее как мифологические, так и философские идеи. Не будем также забывать, что Милл писал ее в эпоху модернизма в литературе. Советскому читателю история о Винни-Пухе стала доступна благодаря переводу Бориса Захадера, который получился настолько свободным и далеким от оригинала, что сам перевозчик называл свою работу «пересказом». Захадер также был одним из сценаристов советской экранизации Винни-Пуха, которая сделала историю медведя с опилками в голове всенародной любимой. Правда, художественный руководитель проекта Федор Хитрук имел свой взгляд на историю Винни-Пуха, и именно ему принадлежит идея полностью выразить Кристофера Робина из экранизации, а его реплики и действия распределить между другими персонажами. Тандем Захадера и Хитрука продержался только три мультфильма, и в итоге глобальный план по переносу на экран обеих книг Алана Милна так и не был воплощен в жизнь. В своем анализе я сконцентрируюсь на советской экранизации, так как именно она ушла в народ и полюбилась миллионам русскоговорящих зрителей. Главный философский конфликт этой сказки – это столкновение романтизма в лице Винни-Пуха и философии эпохи просвещения, воплощенной в образе кролика. Во время работы над фильмом Хитрук писал Захадеру о своей концепции главного персонажа следующее. Я понимаю его так. Он постоянно наполнен какими-то грандиозными планами, слишком сложными и громоздкими для тех пустяковых дел, которые он собирается предпринимать. Поэтому планы рушатся при соприкосновении с действительностью. Он постоянно попадает в просаг, но не по глупости, а потому, что его мир не совпадает с реальностью. В этом я вижу комизм его характера и действия. Конечно, он любит пожрать, но не это главное. В основе философии романтизма – конфликт между действительностью и идеализированным взглядом на мир. Поэтому мы видим, как нелепо Винни-Пух пытается решить житейские ситуации, в которые попадает. Например, достать мед или вылезти из норы кролика. Как настоящий романтик, его порывы не выдерживают проверки реальностью. Вдобавок, Винни-Пух, как и полагается представителю романтизма, связан с искусством. Он сочиняет стихи. Великий немецкий романтик Навалис говорил, «Поэт и художник природу знает лучше, чем ученая голова». Романтизм понимает поэзию и шире искусства, как единственный истинный способ познания мира. Навалис будет говорить, «Поэт упорядочивает, связывает, выбирает, измышляет, и для него самого непостижимо, почему именно так, а не иначе». «Я подарю ему горшочек и меду». «Ах, это его утешит». Мировоззренческим противником Винни-Пуха является кролик. Материалист, прагматик, самый очеловеченный из всех животных в сказке. Он наиболее далеко уходит от своего животного начала, полагаясь на свой разум. В его доме вполне человеческий интерьер, у него очки, одежда и правила этикета. Этим он буквально продолжает логику философа французского просвещения, который видели в разуме, самый ценный источник авторитета. Материализм кролика подчеркивается также тем, что он буквально живет в земле, в норе. И дело не в том, что кролики в принципе живут в норах. Все-таки мы не встретим свиней, живущих на деревьях, но пятачку это не мешает. Подробнее о том, как философия французского просвещения пыталась освободить разум от всех внешних авторитетов, планировала использовать его для построения светлого будущего Европы и потерпела крах, мы рассказываем на курсе «Философия. Главные имена, школы и идеи». Ссылка на курс в описании этого видео. Кстати, вы задумывались о том, почему он идет за медом и по пути сочиняет стихи? Страсть Винни-Пуха к меду и поэзии отсылает нас к скандинавской мифологии. В древнеисландском сборнике «Старшая Эдда» есть знаменитый мед поэзии. Напиток, глоток которого наделяет поэтическими способностями. Конечно, вряд ли авторы вкладывали в поход Винни-Пуха за медом такой глубинный смысл. Однако связь меда и поэзии – это культурный архетип. Именно из подобных архетипов и состоят мифы и сказки. С философской точки зрения, сказка про Винни-Пуха интересна своим отношением к речи и языку. «И я! И я! И я того же мнения!» Все персонажи сказки постоянно разговаривают. Особенно среди них выделяется Винни-Пух, который с помощью поэзии создает объективную историю своего мира, рассказывая нам о его устройстве, жителях и главных событиях. Здесь важно, что он это делает на поэтическом языке, ведь так поступали все цивилизации, в которых только появляется сам язык. Еще Толкин, филолог и автор «Властелина колец», показал, что язык не может существовать без поэзии. Поэзия ведет к мифотворчеству. Именно так возникли все классические мифологии, которые мы знаем. Можно сказать, что в лице Винни-Пуха мы видим своего рода Гомера – царство животных. Как поэт слагает мифы о мире, которые воспринимаются как наша объективная история, так и Винни-Пух слагает стихи, формируя первую историю своего мира. Что касательно самой поэзии, то она у Винни-Пуха разнообразна, но в основном событийна. С помощью стихов он, как правило, реагирует на происходящее вокруг. Он предпочитает простые конструкции и базовые рифмы, поэтому длинные слова и канцелярский язык совы ему не поддаются. В мировой литературе к Винни-Пуху ближе всего образ Дон Кихота Мигеля де Сервантеса. Как и в испанском романе, перед нами герой романтического склада, который во многом живет в мире своих иллюзий. Рядом с ним его верный слуга, наивный, но честный и преданный. Отношения Винни-Пуха и Пятачка буквально копируют Дон Кихота и Санчо Панса. Пух и Дон Кихот – мечтатели, живущие в мире искусства и литературы, они полны великими планами при полной неспособности их реализовать. Пятачок, как и Санчо Панса, их более приземленные компаньоны, помогающие своим рыцарям и чая-пера как только могут. Обратите внимание, как борьба с пчелами похожа на битву с ветряными мельницами. В советской адаптации Винни-Пуха нет Кристофера Робина, и мир сказки населен исключительно животными. Однако не все они одинаковы. Если главные персонажи наделены возможностью говорить, обладают человеческим поведением и пользуются разными инструментами, то пчелы этим похвастаться не могут. В таком изображении пчел мы можем увидеть образ колониального мышления. Европейская культура, открыв для себя племена Южной Америки и Африки, относилась к ним как к дикарям, лишая их возможности показать свою уникальную культуру, общественное устройство и язык. Европейский гуманизм формирует концепцию человека, под которым она понимает европейского белого мужчину. Все, кто не подходит под данный критерий, автоматически приобретают статус другого, которому отказано в праве обладать теми же правами и свободами. В некотором смысле такую политику отношения к другому мы видим и на примере отношений Винни-Пуха и пятачка к пчелам. Они ведь тоже часть живой природы, но при этом лишены права говорить, показаны дикарями, не понимающими язык других животных, да к тому же действующие только согласно базовым инстинктам. В то же время Винни-Пух показывает явно человеческую изобретательность в поисках меда. Через противопоставление, животные леса, пчелы, можно увидеть, как европейский человек не замечал особенности открываемых им народов, превращая их в немых пчел и забирая все ценные ресурсы. Как Винни-Пух забирает мед у бедных пчел. Кстати, вы обратили внимание на ружье? Очень уж оно похоже на классический мушкет конкистадоров. Скорее всего это случайность, тем не менее деталь очень любопытна. При этом философию самого Винни-Пуха, если мы рассмотрим его отдельно от других персонажей, можно отнести к стоицизму. Свои проблемы он четко объясняет через собственные желания, как в знаменитой формуле «Все от того, что я слишком люблю мед». Главный принцип стоицизма – умение различать, что находится под нашим контролем, а что нет. Следует сконцентрировать свои усилия на первом и не тратить свое время на второе. Человеку необходимо иметь душевный покой, чтобы принимать то, что невозможно изменить. Мужество, чтобы изменить возможное. И мудрость – всегда отличать одно от другого. Иногда в словах Винни-Пуха проскальзывает классический европейский рационализм времен Рене Декарта. Например, существование пчел он объясняет с точки зрения классической науки 16 века, то есть определяет их сущность через их функцию. Само Деева жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так. Именно в философии нового времени мы видим зарождение науки в современном ее виде. Наука не задает философские вопросы о сущности явления мира, а выясняет законы их функционирования. Именно так делает и Винни-Пух. Причем он использует это и в своих корыстных целях. Притворяясь тучкой, хочет похитить мед. Теперь я совсем как настоящая черная тучка. Уже здесь мы видим зачаток той критики науки, которая обрушится на нее в 20 веке, когда достижения науки будут использоваться не во благо, а во вред обществу. В итоге, главный урок, который мы можем вынести из сказки о Винни-Пухе, это умение оставаться самими собой даже в самой непростой ситуации. Быть романтиком или просветителем, поэтом или ученым. Главное, оставаться собой. Быть одновременно поэтом и ученым и сочетать в себе эти качества. Знаменитая дилемма физиков и лириков, так популярны в СССР, решается удивительно легко. И Винни-Пух самый простой тому пример. В истории философии конфликт просвещения и сменившего его романтизма далеко не единственный. Например, в 20 веке мы видим столкновение аналитической философии, которая боролась за чистоту анализа и аргументации, с континентальной философией, которая больше тяготела к чувственным образом и метафорам. О том, из каких споров и разногласий состоит история философии, мы рассказываем на курсе «Философия. Главные имена, школа и идеи». Ссылка на курс в описании этого видео.